Тяжелые артиллерии. Забаливали проходы, чтобы никто не мог выйти. Мы забежали в подвал, там загорелось перебежками, а нас бомбили, под нас стреляли. Не так было 20... Сколько? Не помню. 23 дня или сколько? Без воды, без еды, никто ничего не помог, что с собой были. Просто, что люди друг другу помогали, каждый делился всем. Спасибо вам большое. Рубила, не похоронила, ничего лежит возле дома. Детей накормить, есть покушать. Спасибо большое. Сейчас сюда. Ну, походите разбирать. Расстреливайте. Не осталось, соседка верка. Только кастер. Сейчас будет эвакуация, подождали мне много. Прошел артабстрел. Потом подъехали ребята один раз, второй раз. И всех вывезли. Спасибо им большое. Эти люди говорят спасибо. Спасибо российским военным. Они выводят их из-под смертоносного огня по гуманитарным коридорам, снабжают экстренно необходимым и дают надежду на то, что жизнь продолжается. Эти несчастные люди знают, кого бояться. Уже восемь с лишним лет. Не знаю, это рассказывали, что доезжали, кто-то пытался выехать. Отбирали детей, машину стреляли, возвращали назад. Как оно? Правда, неправда? Ну, рассказывали. Знаете, в подвале много не услышишь. Но, тем не менее, страшно, конечно. Это очень, очень. Самое обидное, что это же свои люди. Это своя страна. Очень много пропадало у людей. Вот такие вот нацисты. Сейчас мы чувствуем уже себя, конечно. Уже тут российские войска. Мы очень рады, конечно, что нас они освободили. Реальную, невыгодную правду киевскому режиму раскрывать остальному миру не с руки. Глядишь, спонсоры по головке не поглазят. Американцы бомбили мирное поселение в Афганистане, Югославии. Но чтобы своих? На Украине происходит столько всего, о чем никто не говорит. Вы наблюдаете такую нечестность, когда речь идет об истории Украины. Вы наблюдаете нечестность, когда речь идет о батальоне Азов, который финансируется США и НАТО. Да, заокеанским конструктором украинского конфликта и цензурной работы на местах порядком прибавилось. И из Украины показывать нужно то, что привычно удобоваримо для западного потребителя из вечной легенды о российской угрозе. Фейк недели. Бойцы Азова подрывают драмтеатр в Мариуполе. Все выдают это за атаку сверхмощной российской бомбой. В здании якобы прятались сотни людей. CNN делает стандартный информационный сброс о страшном проявлении российской агрессии. Без тени доказательств. В Мариуполе нет ни одного иностранного СОПКОРа. Но их СМИ ежедневно штампуют подобные отчеты. Или пропагандистские прозападные ресурсы наперебой приписывают российским военным расстрел очереди за хлебом в Чернигове. На самом деле в разрушенных украинскими бомбежками городах орудуют бандиты и мародеры. Хочу подчеркнуть, в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги и никаких наступательных действий на город не ведут. Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобожденных от националистов. А ракетами «Точка-У» стреляют в СССР. Мы его когда загрепнули, мы убежали до тёхи на сотню, чтобы дитя спасти. Бей своих, чтоб чужие боялись – подлая преступная тактика киевского режима. Ты не слышишь, раздрю! Бомбить своих украинских граждан, исполняя внешний заказ – как это называется? Это фашисты, что уходите. Они говорили, будут уходить, тут будет нам факс. Так они сделали. Когда будем уходить, отступать, мы сделаем ваш факс. В наше село попало под трех стрелок. Перестрелка вся эта была. Сволочи. Россия решилась остановить распространение этой агрессивной западной плесени на нашем континенте. Плесень изрыгает грязные массы пропаганды и провокаций. Жалкие капли яда выплескиваются и на союзников, которые противостоят геноциду 21 века. Срежиссированное ЧП на КПП Могилев-Подольский. С позволения сказать, военный, полковник Александр Воробец с автоматом наперевес сначала устраивает наглый назидательный допрос послу Беларуси, а затем швыряет в Игоря Сокола кошелек с монетами. Попробовали показательно унизить и посла, и белорусов на жалкую провокацию спокойная, достойная реакция. Не дождетесь. Беларусь не собирается ввязываться в этот конфликт и не позволит себя втягивать. Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад, ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси, удар по нашей территории ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк, то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит. Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим. Елизавета Казакова, Татьяна Папсуева в главном эфире.